Ночь с 19 на 20 мая для музейных работников оказалась бессонной. Вот уже более 10 лет в рамках празднования Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, во всем мире проводится акция «Ночь музеев». Российские музеи впервые предложили посетить свои хранилища ночью в 2007 году. Среди открывших тогда свои двери был и Славянский историко-краеведческий музей. Открытие ночи музеев в Славянском историко-краеведческом музее, как всегда, прошло в торжественной обстановке. Были приглашены почетные гости, представители городской администрации, казачества, праздничное настроение, создавали творческие коллективы. «Рай, рай, рай, моя доля, рай! Расскажи про клюстящий край! Расскажи про клюстящий край! Расскажи про казачий рот! Я в живый ритмий народ! Расскажи, моя доля, расскажи!» К акции «Ночь музеев» хранители истории, как говорят о себе музейные работники, готовятся долго и тщательно. К своему профессиональному празднику из запасников они достают самые редкие и дорогие экспонаты. В этот день, точнее ночь, в музее можно увидеть столько нового и интересного, сколько не увидишь за целый год. ВSpeed World Славянцы, принявшие участие в акции, не только с интересом слушали рассказы экскурсоводов, но и активно участвовали в происходящем, услышав на уже более современном пластиночном проигрывателе. С детства знакомые песни стали им подпевать. Много интересного можно было увидеть и услышать не только в музее, но и около него. Там расположилась ярмарка-выставка народно-прикладного творчества. Вышивка, ажурное вязание, картины, посуда, поделки из дерева и кожи – всё ручная работа. Здесь можно было не только купить сувенир на память, но и освоить древнее ремесло. Раиса, не упокоиваясь голубой нивы, учила всех желающих придению на веретине. Этот способ пряжи пришёл к нам от кочевых народов. Это кочевые народы придумали такой вариант придения, не такой, как раньше пряли наши бабушки. Здесь не нужно с собой таскать прялку, не нужно с собой таскать мешок шерсти. Вот маленький кусочек кудели, вот такая деревяшечка, и за день можно напрясть грамм 200-300 можно напрясть. А это уже, считайте, носки. Ну, наверное, 41 размер можно сделать. А вы как научились? Я училась. Ну, что-то помнила у бабушки. Потом посмотрела в интернете несколько мастер-классов. А поскольку шерсть своя, сам Бог велел. А вот Александр Водянко из станицы Полтавской освоил другой вид мастерства. Он вместе со своей супругой Злата изготавливает декоративные свечи. Этим видом творчества занимались в 18 веке в Испании и Италии. Благодаря интернету мастерам удалось освоить старинную технику. Создание свечки. С того, что растворяется парафин, красится специальными пигментными красителями. Затем окунается каждая свеча до 30 раз в разное сочетание цветов, в разное количество. Ну, общее количество окунаний до 30 раз. Затем, пока она тёпленькая, она нарезается и укладывается вручную. Красота должна успеть родиться за 15 минут. Иначе она остынет и её не будет. Все выставки в музее в этот день были совершенно бесплатны и работали до последнего посетителя. А их оказалось немало. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова